Ребят, нечем платить, уходите в отпуск без сохранения заработной платы. Нельзя закрыть производство только потому, что оно не может работать. Если ваши права нарушаются, можно туда обратиться и нужно туда обратиться. В такие кризисные моменты все вылезло наружу. Получается, виноват сам работник, который не посмотрел. Пусть простят меня работодатели фиксировать получение заработной платы. Это просто простая математика. Она точно сократит. Несмотря на то, что президент объявил постепенный выход из карантина, не все предприятия могут полноценно начать работать. Вынуждены отпуск, сокращение заработной платы и сокращение штата. Безусловно, все это сказывается на работниках и на работодателях, которым просто порой нечем платить заработную плату. Как понять, что права нарушаются и что делать работодателям в этой ситуации? Сегодня поговорим с юристом Марией Доценко. У нас в переговорке. Меня зовут Евгения Даровская. Мария, здравствуйте. Рада приветствовать. Добрый день. С какими чаще всего сейчас вопросами в новых условиях к вам обращаются, чуть не сказала, пациенты, клиенты? Потому что действительно почти, да. Клиенты. Какие нарушения? Ну, наверное, начнем с нарушения прав работников. Потому что то, что произошло, вот это, все, что связано с нашей пандемией, в первые 10 дней был шквал звонков, и примерно большинство это были работники. Основные нарушения — это, безусловно, так называемые путинские каникулы, которые должны быть оплачиваемые. Работодатели сделали их неоплачиваемыми. Отпустили работников в отпуска без сохранения заработной платы. Это незаконно? Это незаконно, и об этом мы… Ну, я подробнее просто остановлюсь, почему незаконно. Объясню, как работодатели делают это, как будто это законно, но на самом деле это незаконно. И второй момент — это уменьшение заработной платы. Уменьшение заработной платы без оснований не может быть. Но на самом деле, вот как-то так получается из практики, что заработную плату уменьшают и находят так называемые правовые основания. Основания. А казалось бы, да, кризис — это разве не основание? Нам не откуда брать деньги, чтобы вам заплатить. Не является основанием? Кризис не основание. Почему? Потому что это было бы основанием, если бы была чрезвычайная ситуация. Как все муссируют во всех средствах информации, у нас режим самоизоляции. Режим самоизоляции не является форс-мажором. Поэтому с точки зрения закона простой объявлять на предприятии нельзя. И нельзя людей, нельзя закрыть производство только потому, что оно не может работать. Должны быть правовые какие-то основания. Нарушение закона здесь, я бы еще хотела сказать так, это принуждение к определенным изменениям трудовых функций, которым работник не готов. Ну, во-первых, вот кажется, что это хорошо, что всех могут перевести на дистанционные. На самом деле не все сотрудники хотят, даже хотят и могут. То есть не у всех оборудованные места. А если вводится дистанционная работа, как правило, это распространяется на всех. Не учитывается мнение определенных работников. Очень часто, особо сейчас это заметно, потому что, когда все сидели, скажем так, по домам, это одно было дело. Сейчас большинство предприятий заработало, но не заработали школы. Первые, вторые, третьи классы, они все умеют учиться. И вот в наших реалиях, да, даже ребенок, не всегда еще первоклашка, может сам дойти элементарно до школы. То есть вот эти вот моменты. И детские сады, они же тоже работают не все. Поэтому это не учитывается, а работников выводят на работу, и, соответственно, вот эти вот моменты возникают. Ну и еще, наверное, это перепрофилирование работы. С одной стороны, это хорошо, когда, вот давайте рассмотрим на примере. Продавец, он работал в торговом центре, продавал определенную продукцию, у него есть определенные навыки. Торговый центр закрылся, зарплату платить нечем, работодатель ему предлагает. А теперь займись-ка, будь у нас менеджером по продвижению через соцсети. Маломальский объясняет, как это делать, и говорит, ну а заработная плата у тебя будет от того, сколько ты продашь. А у него нету знаний, да, у него нету вот этого ничего, но... А что делать работнику? Ведь часто в таких как раз организациях заработная плата частично в белую, мы все знаем, частично в черную проценты. Как ему быть, как можно себя обезопасить? Ну, давайте вот здесь вот все-таки разделю на два момента. Куда обращаться? Да. Обращаться начнем мы с того, есть такой Минтруд, Роструд. Там все в электронном виде сейчас, сейчас можно зайти на сайт, там прям есть горячая линия по коронавирусу так называемому. Есть прокуратура, где есть онлайн-обращение, куда тоже можно обратиться. Инспекция по труду — это те органы, в первую очередь, если ваши права нарушаются, можно туда обратиться и нужно туда обратиться. Если уже это все не помогло, то, безусловно, это суд. Ну, суды, как понятно, только у нас заработали. Что касается, что делать? Вы проговорили про заработную плату, черную и белую. Ну, давайте начнем с этого. Такие названия, которые ни государство, ни я на самом деле не люблю, но это реалии. Это то, с чем связан незаконный способ уменьшения заработной платы. Мы работники, мы получаем зарплату, нас интересуют живые деньги. Как это оформляется, на самом деле, мало из сотрудников, из работников, кто вообще задумывается, зачем это и как нужно, как правильно там трудовой, гражданско-правовой договор. А вот в такие кризисные моменты все вылезло наружу. Если вы заключили трудовой договор, у вас заработная плата 25 тысяч рублей, и в трудовом договоре написана заработная плата 25 тысяч рублей за исключением, за минусом НДФЛ, она белая. Но вы же можете получать 25 тысяч рублей, а в трудовом договоре у вас стоять полставки, вы можете получать 10 тысяч рублей. Это даже меньше прожиточного минимума. Наступает день их с выплаты заработной платы, работодатель говорит, а по закону тебе положено только 10 тысяч рублей. А работник говорит, а как, 25 же. Он говорит, ну вот видите, с точки зрения закона, я закон соблю. Все правильно, зарплата выплачена. Перед трудовой инспекцией он покажет бумажки, он покажет трудовой договор, и все. Он выполнил обязательства по выплате зарплаты. То есть получается виноват сам работник, который не посмотрел? Или что делать? Или можно каким-то образом отстоять эти 15 тысяч? Ну, что делать? Все зависит от того, насколько, наверное, критичная ситуация и насколько сговорчивый директор. То есть если вот такая ситуация произошла на время, ну вот потому что, да, вот сейчас приостановилось производство или торговый центр закрыт, это одно дело. А если это злоупотребление регулярное и постоянное, да, то, безусловно, обращение в трудовую инспекцию. Но туда-то надо обращаться с доказательствами. А мы же знаем, что работник не знает, как оформлены трудовые отношения. Очень часто и трудовой договор не берется на руки, и мы даже не знаем, ни приказ, ни свой трудовой договор. Так вот, нужно взять трудовые документы, это первое. Что, во-вторых, когда вы получаете заработную плату, ну, пусть простят меня работодатели, фиксировать получение заработной платы. То есть это фото, что-то такое, это доказательства, те же реестры выплаты заработной платы. Они будут работать против работодателя в споре, но, как правило, очень редко работодатели следят в этом отношении, потому что они знают. Фотографии, скажем, достаточно будет в суде предъявлено. Череда доказательств, фотографии, пару фотографий, свидетельские показания, допустим, с работы и внутри семьи, которые знают, да, и череда доказательств, она будет свидетельствовать о том, что есть нарушение. Есть еще другой момент, это режим труда. У нас есть восьмичасовой рабочий день, есть задания, которые мы должны выполнить. За выполнение задания и за полный рабочий день вы, если мы про кладную систему оплаты труда говорим, вы получите свои 25 тысяч рублей. А если человек ушел на дистанционный труд, при сохранении оплачиваемых путинских каникул, так называемых, у нас должен сохраниться режим рабочего дня. Да? Да. Но из дома режим рабочего дня, ну, в лучшем случае, если он может быть сохранен, это хорошо, но, как правило, нарушение как раз связано в том, что работодатели урезают заработную оплату на том основании, что, ну, вы же не 8 часов там работаете, вы же как минимум часа 4 там работаете. Соответственно, они платят тебе не за полный режим рабочего дня. Такие прецеденты есть? Есть такие. И теперь давайте посмотрим на эту же проблему с другой стороны. То, что мы должны принимать по одному человеку, это сократит количество входящих клиентов ко мне. Это просто простая математика, она точно сократит. Соответственно, еще должна быть взаимозаменяемость сотрудников. То есть один поработал, смерили там температуру, второй пришел. То есть так и так сокращается время работы, и не все 100% выполняются трудовые функции. На этом основании работодатели уменьшают заработную плату. Они оформляют соответствующее. Это законно. Они, ну, опять же, это законно, если это законно сделано, раз. И самый главный момент какой? Такой изменение трудовой функции должно быть с согласия работника. А так он может не согласиться? Ну, не соглашайся, вон стоит целая очередь. Ну, это так же, как он может согласиться на белую или серую зарплату. То есть он хочет работать. Вот реалии таковы. Что еще может сделать работодатель для того, чтобы вот в этих условиях странных сейчас очень многим нечем платить заработную плату? Каким образом можно себя обезопасить, сохранить штат и сохранить заработную плату сотрудникам? Мы сейчас говорим о работодателе. Вот спасибо вам, Евгения, за взгляд на проблему с двух сторон, потому что это очень важно. Это все возможно, если есть финансовая подушка безопасности. Если нет входных денег, которые мы получаем от потребителя, то не все предприятия, не каждый работодатель может обеспечить. Правильно? Есть кажущиеся благи для работодателя, о которых с телевизора говорят очень громко. Ну, вот тот кредит под 2%, который озвучил президент, который будет даже списываться, если сохраняется 90% штата через год. Действительно ли это так все благостно, как звучит из уст главы государства? Или все-таки есть какие-то подводные камни? Поможет ли? Всем ли дадут этот кредит? Начнем с самого главного. Как действует закон? Закон принимает, как он будет работать, никто не знает. Вот как он сработал, мы с вами поговорим через год. Будет ли на самом деле это действенно? Как он рассчитывается? Он рассчитывается, перемножается средняя заработная плата работников на количество сотрудников. Про белую заработную плату и черную мы с вами недавно говорили, да? То есть если, и еще мы не затронули одну тему, это оформление трудовых отношений не трудовыми отношениями, не заключением трудового договора, а гражданско-правового договора. То есть по факту у вас не трудовые отношения. Поэтому если по факту у вас по 25 тысяч заработная плата 10 сотрудников, вот слушайте, 10 сотрудников по 25 тысяч рублей, он должен получить 250 тысяч рублей, мы предполагаем, да? Но по факту оформлена половина по гражданско-правовым договорам, этих сотрудников не учитывают, а половина оформлена по 15-12 тысяч. По факту он не сможет получить эту гарантированную финансовую возможность. Как это будет работать, надеюсь, все, что обещают, будет на самом деле так работать. Но по факту мы получаем, я знаю такие случаи. Совершенно недавно у нас была конференция с более 10 отраслей предприятий, кто как выживает в этот кризис. И был вопрос общепит-рестораны и фитнес-центры, которые как раз сейчас, туристическая гостиница еще у нас в городе, которая как раз и самая пострадавшая. Он говорит, я оббегал просто эти банки и не один. И та часть бизнеса, которая, давайте будем говорить прямо, была оформлена правильно, на ту часть бизнеса он получил кредит. Та часть бизнеса, которая уходила в темную или в серую, безусловно, никакой гарантированной поддержки государства он не получил. Хочется сказать, сам виноват, если бы за этим не стояла куча людей, которые сейчас могут остаться на улице, безусловно. Возвращаясь к теме отпусков, так все-таки могут ли сотрудника отправить сейчас в вынужденный отпуск, вынуждены для сотрудника настоять, когда это законно, когда это все-таки незаконно? На что обратить внимание? Где нарушаются права? Отпуск. Что такое отпуск? Давайте разберем так. Будет просто понятнее. Есть два вида отпусков. Отпуск с сохранением заработной платы и без сохранения заработной платы. С отпусками тоже идут нарушения. В чем они заключаются? Первый момент. Сегодня у нас месяц май. У меня отпуск в октябре по графику. Если я иду вне своего графика, это нарушение. Соответственно, если вы не хотите идти в мае в отпуск, а хотите идти в октябре, то вы можете не идти в оплачиваемый отпуск в мае. Но, как правило, работодатели вам предложат в первую очередь, у вас же отпуск, иди отгуляй сейчас, когда вот эта пандемия. Непонятное время, да. Тут с оплачиваемыми отпусками, тут даже нарушение-то есть, зарплата-то все равно сохраняется. Сложнее там, где это отпуск без сохранения заработной платы, в чем сложность и в чем нарушение. В отпуск без сохранения заработной платы можно пойти только в согласии самого сотрудника, но нельзя выгнать в отпуск без сохранения заработной платы. И этот отпуск по закону возможен только при определенных обстоятельствах, в законе четко перечислено. А пандемия — это не то основание, по которому необходимо работодателю отпускать или отправлять ли в эти отпуска своих сотрудников. А как это происходит? Происходит так, ребят, нечем платить, уходите в отпуск без сохранения заработной платы. Вот вам листочек, пишите заявление, и они пишут заявление, и потом звонят, Мария, что делать? Что делать? Да, идти жаловаться. Ну, хочется так сказать. Но тут есть вторая сторона медали. Если мы все пойдем жаловаться и все пойдем в суд обращаться за взысканием заработной платы, без финансовой устойчивости наших предприятий, без возможности кредитования, то, наверное, всем понятно, что будет. Работодатели не смогут обеспечить работникам завтра, послезавтра, через месяц, через год обеспечить их трудом. Сейчас возросла безработица. И, с одной стороны, я знаю, опять же, давайте я буду честна с вами, процентов 70 предприятий, те, которые остановились, людей отправили в отпуска без сохранения заработной платы. Почему люди на это идут? Ну, наверное, они действительно рассуждают. Можно вот здесь чуть-чуть потерпеть, да, но все равно будут заниматься, все равно у нас будут работать рестораны, все равно у нас будет фитнес и гостиницы это работать. Но это будет потом. Люди заскучаются, и, может быть, наоборот, будет волна, да, и просто чуть-чуть потерпеть. Здесь еще можно перепрофилироваться в какую-то там другую работу, или в отпуске без сохранения заработной платы можно что? Еще заработать, если, ну, если вот быть предприимчивым и так позитивно мыслить. Если работник обращается в суд за все время судебного разбирательства, если он выигрывается, то ним сохраняется средняя заработная плата. То есть, соответственно, если он докажет свои 25 тысяч, а судится средний, хоть и по закону идет двухмесячный срок судебного производства, около года это будет длиться суд с апелляциями и касациями, это может быть года полтора-два. Он получит деньги, работник, на самом деле. Вряд ли он уже сможет работать на этом предприятии. Ну, конечно, мы понимаем, да, но он получит эту компенсацию. Дальше, как можно наказать работодателя? Есть такой орган налоговой инспекции, она работает, она с распростертыми объятиями, примет заявление от сотрудника, если сотрудник напишет о том, что укрывается заработная плата. Это же налоги. Заработной платы необходимо удерживать налоги, и поэтому налоговая служба в этом заинтересована. Какой штраф работодателю? Ну, тут не штраф работодателя, тут административная, я не назову сейчас четкие цифры, тут очень серьезная ответственность, это не трудовая инспекция, которую, в принципе, он не боится. Ну, и, наверное, вот более действенная, это все-таки налоговая инспекция, куда можно также обратиться онлайн. Прокуратура стала очень хорошо работать, особенно по трудовым вопросам. Еще я бы хотела, знаете, на каком моменте остановиться, что нас ждет с вами. Потому что как только сейчас заработают предприятия, мы же говорили с вами про работодатели, как только заработают предприятия, вот сейчас уже те, кто в бизнесе, и те, кто на предприятиях, они знают, что сейчас уже Роспотребнадзор просто ходит, как в гости, проверяет организации. Вот так скоро будет ходить трудовая инспекция. Им дано распоряжение проверять работодателей соблюдение трудовых прав. Любое предприятие, если оно работает, это как вот часы, да, вот останови вот эти вот механизмы, и они сдают сбои. Когда выровнится экономика, чтобы людям достойную заработную плату выплачивать, это несколько лет. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что все будет скорее. Спасибо за развернутые ответы и за прояснение картины о том, куда бежать, что делать, как помочь людям, которые оказались в беде, так назовем. Спасибо вам. Мы говорили сегодня с Марией Доценко, юристом о том, как нарушаются и в каких случаях нарушаются права работников, и что можно сейчас предпринять работодателям, чтобы сохранить свое предприятие. предприятие. До свидания. До свидания.